Я бы посоветовала, наверное, простые, думаю, банальные вещи, о которых мы знаем, но почему-то этого не делаем. Первое — это как можно больше вообще позаботиться о себе. То есть мы вообще о себе забываем. У нас дела, у нас работа, особенно в условиях мегаполиса. Мы всё время куда-то спешим, всё время пробки. То есть уровень стресса накапливается, и как следствие, естественно, вот такие депрессивные состояния. Поэтому позаботиться о себе — что это значит? Ну, элементарно спросить себя, а чего бы мне сегодня хотелось для себя? Ну, порадовать себя чем-то. Обязательно каждый день взять себе за правила в течение дня, себя чем-то радовать. Если меня насыщает, наполняет там чашечка ароматного чая в кафе, или беседа с любимым там другом, человеком, или просмотр какого-то фильма интересного, или прочтение книги, то обязательно вот этому уделить внимание, сходить там на массаж. То есть такие вещи элементарные, но они действительно насыщают нас, наполняют, и мы становимся радостнее, расслабляют нас. Ну, и вот эти депрессивные состояния, и все как-то отодвигаются. Когда мы вспоминаем, о чем на самом деле мне бы хотелось. Потому что человек склонен вообще, как правило, думать о других людях, заботиться о других, и меньше всего о себе. Так вот, я говорю о том, что нужно все-таки заботиться в первую очередь о себе, быть наполненным, а потом уже можно и заботиться о других людях. Ну, в том числе, конечно, свежий воздух, прогулки, по возможности, в парке, все равно даже в Москве, в крупных городах, есть возможность хотя бы в какой-то парк выйти. И прогуляться, подышать воздухом, вот элементарные вещи, которые нужно соблюдать. Вот. Продолжение следует...